Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Ну что, раскрываем интригу и сегодня будем говорить о цветах, которые ночью выделяют кислород. Хочу сказать, что в комнате со свежим воздухом, конечно, и заснуть легче, и выспаться хорошо можно, и цветы, которые у нас существуют комнатные, они все днем выделяют кислород, потому что поглощают углекислый газ на свету, только днем. У них на свету идет процесс фотосинтеза, то есть основной процесс жизнедеятельности растений. А вот когда наступает темное время суток, наступает обратный процесс. Растения дышат и забирают из воздуха кислород. И многие любители цветов, наверное, с опаской относятся к тому, чтобы держать цветы в спальне. Конечно, хочется, чтобы воздух был свежий, и многие переживают, что будет и головная боль, и не выспятся, потому что будет нехватка кислорода. Хочу сказать, что, конечно, растения ночью поглощают кислород, но не в таких больших количествах. Я, например, очень прекрасно сплю и высыпаюсь, когда у меня в комнате цветы в спальне, и плохо себя чувствую, когда их нет. Но есть люди, допустим, метеозависимые, или люди, страдающие какими-то легочными заболеваниями, в частности, астма, или есть мнительные люди, которые считают, если в спальне стоит цветок, значит, все, нужно его срочно выносить или спать в другом каком-то месте. Но хочу сказать, что есть цветы, их не так много, у которых процесс метаболизма идет обратный. Они выделят кислород и ночью. И, конечно, эти цветы, они заслуживают того, чтобы о каждом из них снять просто программу, рассказать подробно. Но сегодня я просто назову эти цветы, вкратце о них немножечко расскажу. Они бывают и цветущие, часть из них цветущие, ценятся за прекрасные цветы, а некоторые просто декоративно-лиственные. Так что будем сегодня говорить о цветах, которые помогают нам хорошо выспаться и очищают воздух даже ночью. Ну, наверное, начнем с красивого. Говорим о цветущих растениях. Их несколько. И на первое место я бы поставила всем известную орхидею. Орхидея фаленопсис. Я, если была моя возможность, я бы покупала и дарила всем, наверное, только бы орхидеи. Потому что цветок удивительным образом сочетает в себе и красоту, и длительность цветения, и неприхотливость в уходе. У нас на столе стоит этот образец, у нас в редакции цветет орхидея, у нас их несколько. Но вот цветущий экземпляр я сегодня принесла на программу, чтобы все убедились и увидели, какая это красота, цветущая орхидея. Хочу сказать, что помимо того, что она прекрасная, она украшает комнату, она всегда нарядная, причем отдыхает очень немного. Период отдыха у него очень краткий и неприхотливая в уходе, совершенно нетребовательно. И покупайте, дарите орхидеи, покупайте себе и будете знать, что если стоит орхидея в спальне, значит воздух насыщен кислородом. Потому что она ночью выделяет активно кислород. Может быть она там не ионизирует воздух, не убивает микробов, как некоторые растения еще делают. Но то, что она является таким мощным выделителем кислорода, это уже здорово. То есть одним из плюсов является вот этот важный фактор. И орхидеи, конечно, они очень красивые. И многие, наверное, побаиваются покупать и ухаживать за ними. Потому что уже очень как бы экзотическое растение. Оно в корне выделяется на фоне других цветов. Потому что и корни воздушные у нее есть, и растет она в прозрачном горшке. И грунта у нее как такового нет, потому что там кора, мох, свагнум. И думают, что сложно очень в уходе. Капризное совершенно обратное, хочу вам сказать, легкое в уходе. Совершенно непритязательно, нетребовательно. Просто увлажняете листья время от времени. Делаете раз в неделю полив методом погружения. И ваша орхидея будет не только украшать ваше жилище, вашу спальню. Но и насыщать комнату таким целебным кислородом, который нужен вам ночью. Но это самый такой красивый цветок, пожалуй. Кроме того, очень таким ярким представителем вот этой группы, которая насыщает воздух кислородом, является каланхоя. Его еще называют домашним женьшинем. Ну, не зря, наверное, так назвали. Потому что и красиво цветущие растения, и целебник просто. Его соком каланхоя лечат и различные кожные заболевания. Можно лечить и заболевания горла. Сделают из него различные настойки, мази. И насыщает воздух ночью кислородом. Растет небольшим кустиком. Красиво цветет. Листья, он относится к семейству толстянковых. Листья сочные, упругие. Накапливают много влаги. Поэтому долго может обходиться без полива. Что, согласитесь, иногда, когда мы забываем поливать, это очень нам на руку идет. Поэтому цветок тоже некапризный. И только достаточно поставить его в освещенное место и время от времени проводить полив. А так совершенно некапризный, нетребовательный каланхоя будет свежать воздух вам ночью в спальне. Зигокактус. Наверное, все прекрасно знают. Ну, может быть, зигокактус не все знают это название, но скажу декабрист. Прекрасный цветок. Знаю, что у многих это растение растет. Его ценят за прекрасное цветение. Цветение длительное. Где-то с ноября по февраль цветет зигокактус. И само растение красивое. И листочки его такие удлиненные. Состоят из нескольких частей. А цветы очень красиво цветет. И белым цветом, и красным, розовым, оранжевым, желтым. То есть видов зигокактуса декабриста много. И что еще характерно для него, что он является долгожителем. Ведь цветы у нас растут, ну, несколько лет поросли. Что-то меняется, какие-то новые мы покупаем. Или растение погибает уже, исчерпав свои силы. А декабрист, он может расти в квартире до 20 лет. Ну, естественно, если будете его пересаживать регулярно. Будете ухаживать за ним. Но тоже в уходе совершенно не притязательный, не капризный. Декабрист тоже является активным насыщателем нашего воздуха кислородом. Потому что не уйдет обратный процесс метаболизма. Он ночью тоже выделяет кислород. Согласитесь, здорово. Из цветущих еще могу назвать герань. Наверное, всем известен этот цветок. Цветок наших бабушек. И, наверное, они чувствовали это. Потому что практически раньше герань была на подоконнике в каждом доме. Да и сейчас герань является очень таким популярным цветком. Но очень много эфирных масел. Вот возьмите, сорвите листья герани. И вы сразу почувствуете вот этот запах специфический герани. Но у нас тоже герань представлена здесь на стеллажах. Она у нас есть. Три вида герани с красивыми листьями. Она отдыхает немножко, а потом цветет очень и очень долго. С шапками цветов. И розовыми, и красными, и белыми. У нее много эфирных масел, которые дезодорируют воздух. И еще герань является мощным антидепрессантом. Если у вас в комнате стоит горшок с геранью, значит воздух будет чистым, насыщенным кислородом и днем, и ночью. Потом она снимает плохое настроение, улучшает сон. Снимает вот это ваше депрессивное состояние. То есть улучшает нервное состояние человека. Снимает вернее вот эту нервную усталость. И жить, спать в комнате, где растет герань, всегда прекрасно. Потому что это чистый, хороший воздух, ионизированный, насыщенный кислородом. Еще к цветущим цветам можно отнести герберу. Ну, наверное, многие скажут, что это не комнатный цветок. Но у нас такое к ней отношение. Часто мы ее покупаем в Сревске, дарим букеты герберы. И растет она в саду. Но есть и комнатная гербера. Цветок действительно и очень красивый. И забирает из воздуха ночью углекислый газ, насыщает кислородом. Но она немножечко более капризная, чем выше названные. Чем зигокактусы, орхидеи, герани. Она требовательна к почве, чтобы почва была плодородная. И уход за ней такой более тщательный. Более требует внимания к себе, к своему уходу. А так все цветущие растения, и колонхоя, и орхидея, герань, зигокактус и гербера, они все прекрасные частители воздуха. Так что держите цветущие цветы в спальне, и спокойно спите, дышите кислородом. Если говорить о лиственных растениях, то какие из этих представителей насыщают ночью воздух кислородом? Ну, скажу о фикусе бенджамина. Интерес к этому цветку у многих очень велик. И у многих растет этот фикус. У него мелкие листочки, небольшое такое оно деревце собой представляет. Листочки самые разные расцветки. Бывают темно-зеленые, светло-зеленые, с прожилками белыми. Очень красивые. Он украсит любое жилище, где бы вы его ни поставили. В спальне, в комнате, на кухне. Нетребовательное растение. И действительно, что самое важное, то, что он забирает углекислый газ из воздуха, насыщает кислородом. Так что фикус бенджамина – это ваш первый помощник и по украшению вашего жилища, и по насыщению свежим воздухом. Кроме фикуса бенджамина, можно назвать еще и пальму. Пальма арека. Вот если вы приходите в больницу, в поликлинику, в какое-то такое учреждение, часто очень можно видеть, стоят пальмы. И вот эти их рассеченные, длинные, на длинных цветоносах, не цветоносах, на длинных побегах листья, они не только очень украшают комнату, помещение, они являются таким мощным насыщателем воздуха, кислородом. Они не только украшают, не зря, наверное, их держат в поликлиниках, в стоматологических клиниках, в больницах, потому что этот цветок, пальма арека, она очень и очень полезна. Еще одним таким важным цветком, который помогает нам насыщать воздух кислородом в квартире, является всем известная сансивиерия или тещин язык. Он у нас тоже здесь представлен, мы о нем много говорили. Но цветок действительно совершенно неприхотливый, очень красивый, особенно сансивиерия трехполосная, в нетребовательном ходе, может и без пересадки жить несколько лет, и в том же самом грунте. Очень оригинальный, но не цветущий, но его листва, вот это красиво, его листья такие упругие, они очень красиво смотрятся и в одиночном месте, и если они, допустим, в какой-то группе с другими цветами. И самое главное достоинство сансивиерии, тещиного языка, это очистка воздуха в спальне. Несмотря на вот такое не очень благозвучное название, тещин язык, оно очень популярное и завоевало вот такое важное место в наших квартирах. Я знаю, что его многие покупают и украшают свои жилища. Ну и еще хочу об одном представителе сказать, это столетник или алоя. Наверное, все его знают. Но это просто уникальное растение. И раньше алоя было практически в каждом доме. И у меня, когда были дети маленькие, алоя росло, ну, непременно оно должно было быть в квартире, потому что целебник, уникальные свойства, лечат многие кожные заболевания, многие заболевания слизистой оболочки. То есть оно было просто необходимо. И, конечно, ему трудно тягаться, допустим, с другими цветами. С той же орхидеей по красоте она многим цветам уступает. И фикусу бенджамина, и сансивиере. В принципе, представляет что собой? Розетку листьев, которые длинные, насыщенные вот так мякотью, плотные, но они очень красивые, зеленого цвета, с небольшими украплениями и с небольшими шипиками. Ну, все, наверное, знают алоя и столетник. Так что красотой особо и не блещет, но зато берет тем, что является очень целебным растением. А самое главное, во время, в темное время суток, выделяет кислород и насыщает, ионизирует, очищает воздух. Поставьте деревце, костик алоя в квартиру, где вы купили новую мебель, поставили, и, увы, улетучится запах вот этого формальдегида, краски, лака, которое часто вот после покупки новой мебели мы долго-долго с вами ощущаем. Алоя очистит, убивает многих микробов, вирусов. Так что обязательно выращивайте, покупайте, держите в комнате, особенно в спальне, алоя. Ну, как видите, растений достаточно много, но хотя бы одного представителя из вышеназванных я советую нашим любителям комнатных цветов обязательно иметь у себя в спальне. И тогда вы будете хорошо высыпаться, сон ваш будет спокойным, вы будете дышать кислородом. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»